Хочу продолжить тему талантов, предназначения и так далее, потому что центральная тема сейчас, да, и вот мы, может, для нашей компании центральная, потому что у нас в школе какое совещание не проводим на какую тему, мы возвращаемся к этому. Ну, вот так вот бессознательно ведет, да, что, чтобы мы не обсуждали там новую программу, запуск курса, какие-то новые какие-то направления, мы все время вот крутимся вокруг этой темы. И вот сегодня у нас была встреча в команде по нашей программе мастеров бизнес-пайкологи, там по психоанализу бизнеса, вот. И опять же мы эту тему, ну, этот курс обсуждаем, как можем улучшить, как можем там, что еще нужно сделать, анализируем. И вот все время про то, про то, что человек должен себя раскрывать внутри компании, компании должны становиться тем пространством, где люди раскрывают свой потенциал. И вот это вот, ну, как-то все время туда нас возвращает. И вчера, кстати, услышала тоже подтверждение, гениальную фразу у Раевского Станислава Олеговича, он говорил о том, что сейчас, ну, да, вот, в связи с войной, все обнулилось, у многих людей там развалились бизнесы, обнулились денежные накопления во всех странах. Ну, вот, понятно, что пока экономически Украина и Россия пострадали больше всего, но это же будет и в Европе и так далее, да, то есть все это будет набирать обороты, скорее всего. И, ну, если, опять же, если люди, бизнес не будут меняться, для тех, кто будет меняться, будут, наоборот, открываться возможности. Вот, и для тех, кто не будет, ну, это будет вот больше и больше разрушаться. И он говорит о том, что в этом обнулении, что хорошо, что мы получили урок очень важный, что нет смысла работать за деньги. Вот теперь, ну, если раньше это были слова, что вот, есть важнее вещи, говорит, вот нет смысла ходить на работу, работать что-то только за деньги. Потому что раньше как думали, вот, например, ну, не люблю я эту работу, или какой-то бизнес, он мне не нравится, но я буду здесь, потому что это прибыльно, я себе скоплю денег и буду хорошо жить. Так вот, он говорит, что сейчас нам реальность показывает невозможно, ничего скопить невозможно, в один момент все обнуляется. И единственный выход – это работать в удовольствии, работать по своему предназначению, работать, то есть делать свое дело. И тогда даже, если все обнулится, это не страшно, потому что вам, ну, вы получили удовольствие в процессе, вам вот это было важно. Понимаете? Вот это единственный способ, потому что иначе зачем? Мы все получили вот эту травму обнуления, и когда мы начнем что-то делать, вот это будет всплывать, сознательно или бессознательно, что, ну, и что, я опять пыхчу, я опять стараюсь, я опять там не сплю и прочее, а потом оно раз, и все разрушится. Единственный выход – это делать дело, которое вы бы и так делали, понимаете? То есть свое дело, это не о каких-то, знаете, громких, вот, я не знаю, спасать мир. У кого-то это печь пироги, у кого-то это готовить борщ, у кого-то это, например, какие-то делать лекции и так далее, как у меня. Я это могу делать хоть так, хоть так, я хочу это делать, потому что, ну, без этого как-то сложно, а это дело, которое мое. И вот такое дело есть у каждого. И сегодня, да, мы говорили в команде, хочу с вами поделиться, потому что очень интересная идея. И мы говорили о том, что, ну, так вот мы видим, да, что компании будущего – это те компании, которые становятся для своих сотрудников таким пространством, где каждый сотрудник может заниматься делом своей жизни. То есть это пространство для развития дела жизни, понимаете? И вот подумайте, это совсем другая история. Теперь я не экономист, да, я работаю экономистом или я работаю бухгалтером, а я занимаюсь делом своей жизни. Не важно, я в такой компании, в такой компании, я там отдельно работаю, не важно. Вот это уходит вообще на второй, ну, знаете, как раньше была модная эта тема, вот уходите, знаю, а начинайте свой бизнес. Или наоборот, там, или вот сейчас это вообще не важно, это все форма, а есть суть. То есть компания – это пространство, где люди проявляют свою суть, делают свое дело. То есть это больше не профессии, даже, ну, не столько профессии, какие-то функции рабочие, это дело жизни каждого. И вот представьте, если бизнес будет таким, а сейчас все к этому идет. И мы сегодня, когда об этом говорили в команде, вот у нас Оксана, наш РОП, руководитель отдела продаж, она говорит, а представляете, тогда какие будут продукты бизнеса? Это ведь совсем другие продукты будут. Это будут продукты с душой, это будут продукты, наполненные смыслом. То есть не просто вот потому что нужно их делать, а потому что каждый вложил туда частичку себя. И это вообще другая история. И в связи с этим, друзья, у меня к вам предложение, у кого есть свой бизнес, и вы хотите, ну, понятно, что вы столкнулись с какими-то переменами и как-то меняетесь. У меня к вам предложение, пишите мне лично, я лично с вами встречусь, и мне очень интересно понять, как мы можем быть для вас полезны. То есть, ну, какую-то пользу я вам могу дать уже в процессе нашей беседы, и за это мне важно понимать, какая ситуация, с чем вы сейчас сталкиваетесь, какая поддержка и какой ресурс вам нужен. Вот, потому что мы в компании, да, у нас есть очень глубокая экспертность в психоанализе бизнеса. И мы сейчас можем быть бизнесу реально полезными. И мне хочется понять, с какой стороны это для вас важно, что сейчас, какие есть вопросы. Потому что мне очень хочется, например, да, вот сейчас очень много в мире говорят об Украине, но мне хочется, и это моя мечта, чтобы так можно быстрее. О нас говорили столько же, но с другой стороны. Не о стране, которая нуждается в помощи, где стреляют, бомбят и прочее, а о стране, которая мега креативная, которая мега сильная, которая рождает невероятно крутые бренды, невероятно крутые технологии, инновационные прорывы и так далее. Я вижу, что мы как компания в этом можем быть очень сильно полезны, потому что будущий бизнес – это бизнес, построенный на сути, на смыслах, это бизнес с душой. И вот эту смысловую, сутьевую ядро – это бизнес, это создает психология. Ну вот те специалисты, которые работают в психоанализе бизнеса, вот те специалисты, которых мы обучаем в мастеру в бизнес-экологии, это как раз вот про это. Потому что форма разрушается. Смотрите, бизнес, как все в этом мире, имеет форму, имеет суть. И мы с вами, что показала война? Что форма разрушается вмиг. Вот летит бомба, и формы нет. Нет домов, заводов, пароходов, все вмиг исчезает. Форма исчезает вмиг. Мы все это с вами знали, но мы это не проживали, а теперь прожили. И в каком-то смысле, слава Богу, потому что тогда мы с вами все вот сейчас получили опыт, что остается, когда разрушается форма. Да? Ведь остается. Вы же ведь остались. Вот, например, я уехала, у меня там недвижимость, ну какая-то часть она осталась, ну непонятно, смогу я туда вернуться, нет. Какая-то недвижимость вообще под вопросом, не знаю, там что-то там стреляли, бомбили, осталось там что-то, не осталось. Я не знаю. То есть много формы рассыпалось, но я ведь осталась. Да? И вот это я, это что? Это что такое? Вот если форма разрушается, то что остается? Остается суть. И если вот эта суть сохраняется, то это некая непрерывность, которая дальше воссоздается в другой форме, да? Как вот, как 3D-принтер, распечатается заново. Вот если суть, матрица остается, то вопрос времени, когда новая форма распечатается, новая форма распечатается, новая форма распечатается. И задача сейчас бизнеса, вот у кого сейчас бизнес, ваша задача, как собственника, сохранить себя. Вот свою суть и суть своей компании, ваша компания тоже у нее есть суть. Вот это, да, форма могла разрушиться. Например, склад разбомбили, сотрудники разбежались, еще что-то. Это форма. Суть никуда не исчезла, ни одна бомба не убивает суть. И сейчас ваша задача эту суть сохранить, и тогда вы распечатаетесь, ну в кавычках, да, ваш бизнес еще и еще будет распечатываться в любых формах, лучше, больше и так далее. Поэтому, если вам это резонирует, и у вас задача восстановить свой бизнес, пожалуйста, пишите мне лично, я с вами буду созваниваться, встречаться, ну как-то в зуме согласуем. И мне, ну вот, я хочу понимать, чем мы можем быть вам полезны. Ну и какую-то пользу от себя дать уже в процессе беседы. Потому что мне очень хочется, чтобы бизнес восстановился, воссоздавался, еще круче становился. Я в этом вижу выход, и это то, что меня зажигает, потому что сейчас много с этим работаю, и буду счастлива лично с каждым пообщаться, с собственниками, да, если у вас такая ситуация. Ну и своим опытом поделюсь, потому что я тоже тот собственник, который сейчас воссоздает, да, компанию. Вот, и какие-то тоже вижу моменты, которые могут быть полезны. Вот, и еще раз скажу, у нас много специалистов в команде психоаналитиков, кто умеет работать уже с бизнесом, и тоже мы можем помогать в воссоздании, да. Вот, но, собственно говоря, то, что я сказала, не только бизнеса касается про сути форму, а касается каждого из нас. Формы сейчас разрушены у многих, у всех практически, ну так или иначе, а суть осталась. И вот сейчас как раз время работать со своей сутью, понимать, вот-вот чувствовать свою суть. И тогда, если у вас это есть внутри, вы будете воссоздавать, да, лучше, больше, что-то новое. Еще раз, формы разрушаются, создаются, разрушаются, создаются, такой процесс жизни. Суть должна оставаться. Еще раз, жду сообщения, если у вас свой бизнес, есть вопросы, у вас прямо в личное сообщение мне пишите, и, пожалуйста, свой телефон для контакта в международном режиме. Вот, я с вами сконтактирую, и выберем время, созвонимся. Сейчас для каждого бизнеса, вот как для каждого человека нет общих алгоритмов, да. То есть, ну, если кто-то расскажет, вот, я вам расскажу алгоритмы, универсальный, как вот сейчас работает, ну, в моем мире нет, ну, нет этого уже. Сейчас каждый человек, каждый бизнес должен найти свой путь, свой порядок. То есть, знаете, если раньше вот в 3D-мире была точка А, да, вот, где вы сейчас находитесь, точка Б, куда вы хотите прийти. И между точкой А и Б был один самый короткий, самый понятный путь, да, вот, нас так учили в школе, да, в геометрии, что точка А и точка Б соединяются единственной прямой, да, которая есть. Так вот, сейчас это другое. Есть точка А, есть точка Б, и сколько людей, столько прямых путей, правильных, прямых, самых лучших путей, самых лучших вариантов. И вы, как собственник для своей компании, выбираете свой путь. Вы, как собственник для своей жизни, выбираете свой путь, да. То есть, нет больше общих. И эта работа очень творческая, очень интересная, очень увлекательная. И сейчас вот я вижу по своей компании, я вижу по компаниям моих знакомых, с кем общаемся, что вот это прошел первый этот ступор, паника, ужас и так далее. И люди чувствуют, я лично это чувствую, некое оживление, да, вот как будто бы обновление, как будто бы какая-то, даже тоже мы об этом с командой сегодня говорили, что вот отвалилось лишнее, какие-то слишком сложные схемы, какое-то искусственное, оно начинает отваливаться, и лучше чувствуешь жизнь, да, вот лучше чувствуется суть, да, не опять же что-то такое вот упаковочки, а суть. Сейчас время сути. Мне очень срезонировала идея, которую вчера услышала от Раевского, Станислава Олеговича о том, что, ну правда, ну это как бы очевидно, но он просто это озвучил, это, что нет, уже вот в том мире, где мы оказались, нет смысла работать за деньги. Потому что, ну понятно, что нельзя накопить, понятно, что нельзя, нет никакой стабильности, ну нету этого. Единственный выход – это делать дело, которое вы и так делали. Просто, ну опять же, это, если раньше это были просто слова, то сейчас это наш опыт, вот. И важно выстраивать хоть свой бизнес, хоть свою какую-то, ну то, чем вы занимаетесь, я и себе это говорю, выстраивать так, чтобы было удовольствие от каждого дня, и не про будущее, не про накопить, не про сейчас потерплю, буду делать, а вот-вот потом будет большой бизнес. Вот нет завтра. Да, мы оказались с вами в мире, где завтра нет. И это хорошо. Ну, то есть, если мы смотрим на это, как на возможность пересобраться во что-то иное, в какую-то более лучшую форму, да, нашу суть выразить, через более, форму более высокого порядка, для нас это шанс. Шанс выстроить свою жизнь так, чтобы мы не жили в будущем, а жили здесь и сейчас, и максимально делали то дело, которое выражает мою суть. А то дело, которое выражает мою суть, оно дает мне удовольствие, оно дает мне радость, оно дает мне достаточно денег, чтобы жить так, как я хочу. Это всегда так. Потому что ваша суть – это ваш талант. И еще раз для тех, у кого свой бизнес, я предлагаю вам подумать об этой идее, что если ваша компания станет пространством развития дела жизни каждого сотрудника, тем пространством, где каждый сотрудник развивает свое дело жизни. Представьте, что будет по-другому, как изменится управление, как изменятся ежедневные процессы, как изменятся результаты, как изменятся финансовые моменты. Это совершенно другой бизнес. И кому вот это интересно, еще раз мое предложение, пишите мне лично, встретимся, пообщаемся, посмотрим, чем можем быть друг другу полезны. Это не встреча продажа, это встреча, правда, искреннее общение, потому что мне хочется понять, как мы можем быть полезны вам, а я вам могу быть полезна своим опытом, своим каким-то психоаналитическим видением вашего бизнеса. Соответственно, вот те идеи, которые там про бирюзовые компании и прочее раньше были, вот они сейчас начинают, как раз вот сейчас их время проявления. Ну, не в таком, возможно, утрированном виде, как они там в книгах писались, потому что реальность всегда от книг отличается, но по сути вот об этом, про то, что нельзя больше, невозможен больше разрыв на работу и личную жизнь. Вот здесь я работаю, а здесь я просто живу. Про целостность, про то, что я работаю тем, что я есть. Не я какой-то человек, и я что-то делаю, а я есть, и я вот этим и работаю, и в семье, и, не знаю, где-то во всех сферах жизни, то есть я не делюсь на какие-то части, потому что то, что сейчас происходит в мире, война, которая происходит, это расщепление, это вот разделение на части, и еще, 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 и оно сейчас подогревается пропагандой со всех сторон, и это процесс не тот, понимаете? И когда вы в своем бизнесе делаете другие процессы, процессы, где про целостность, когда каждый ваш сотрудник, он занимается делом жизни внутри компании, он развивает свое дело жизни, то это про целостность его, это про целостность компании, это про целостность ваших продуктов, это про передачу этой целостности вашим клиентам, это про исцеление мира. Вот для меня в этом такой смысл. И это какой-то, опять же, мой участок работы, мое дело, которое я могу делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!